Вечная мерзлота Привет. С вами Корней. Эксперимент с замкнутой экосистемой и древними бактериями из вечной мерзлоты продолжается. Кому интересны предыдущие этапы эксперимента, тот может это посмотреть на моём канале. Ссылки на них будут даны в описании к этому видео. Как вы помните, бактерии из вечной мерзлоты образовали в герметичной банке такой слой биомассы. Эта биомасса была разделена на две части. Одна часть осталась в герметичном сосуде, а другая была помещена в открытый сосуд. В открытом сосуде биомасса погибла. То есть она сгнила и практически полностью исчезла. Я считаю, что она была атакована современными бактериями и не смогла им противостоять. А вот в герметичном сосуде биомасса сохранилась. Конечно, здесь тоже есть современные бактерии. Но здесь их не большое количество и не большое разнообразие. Однако биомасса изменила свой цвет. Она стала темнее. Я связываю это с тем, что раньше здесь росло деревце. И оно выделяло кислород. Теперь, когда деревце погибло, очевидно, недостаток кислорода привёл к таким изменениям. Биомасса выглядит достаточно твёрдой. На вид. Мне кажется, что это тоже погибшая субстанция. Давайте посмотрим это поближе. Так. Так. Угу. 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 Вот она. Это верхний слой. Здесь нижний слой. Вы видите неровности. Это биомасса, которая изначально была помещена в банку. И впоследствии она разрослась. Кстати говоря, она достаточно мягкая. Я думаю, что будет твёрже. Чтобы проверить плотность, попытаемся это разрезать. Приступим. Достаточно плотный. Плотная масса. Немного напоминает пастилу. Но имеет слоистую структуру. Эксперимент я продолжу следующим образом. Я помещу эту биомассу обратно в банку. И снова посажу туда фикус бенджамина. Чтобы банка наполнилась кислородом. Если дело именно в кислороде, то биомасса восстановит свой цвет. И может быть даже разрез срастётся. Посмотрим. К сожалению, сейчас у меня нет фикуса бенджамина. Придётся его приобрести. А небольшой кусочек биомассы я сохраню для исследований под микроскопом. Сейчас микроскопа у меня нет. Потому что мой товарищ позаимствовал его для кое-каких анализов. Специфический запах. По-прежнему пахнет грибами. Честно говоря, есть искушение попробовать это на вкус. Тем более, что я очень люблю пастилу. Но мне кажется, лучше этого не делать. И пока банка открыта, туда попадает кислород. И если дело именно в кислороде, то восстановление биомассы может начаться ещё до посадки фикуса. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был корней. Пока. Продолжение следует...